Ну что, наконец-таки под конец своего путешествия я добралась до музея Эвита Перрон. Вчера я посмотрела семисерийный сериал, новый, 22-го года, по-моему, с Натальей Рейро в главной роли, о жизни, смерти и телом Эвиты Перрон, что случилось после смерти. Обязательно посмотрите, правда, очень интересный, классный, современно снятый сериал, безумно красивыми костюмами. Ну а сегодня я иду в музей, не знаю, покажу ли я вам что-то, потому что снимать там не разрешают. Субтитры подогнал «Симон» Музей мне понравился. Насколько я поняла, здесь жили сами Хуан Перрон и его супруга, соответственно. очень трогательная и много ее нарядов красивых. Естественно, как у каждого музея, есть свой магазинчик, ну тут всякие, вот помните, патио? Очень прикольные штучки для таблеток, я себе взяла свечи, кстати, супер приятные. Я вам тут еще слегка подсняла, как я на парфюмы любила, там довольно долгий разговор про это, расскажу вам отдельно. Здесь еще такие коробочки с ней и с пероном, можно купить разного типа, даже спички есть. Я взяла всякие разные открытки и тому подобное. Ну и, естественно, книги о ней. Мне кажется, что можно еще найти здесь ту книгу, по которой сериал снят, Санта и Вита. Даже детская какая-то литература. И даже наклейки есть, смотрите. В общем, здесь ее, правда, очень сильно любят и обожают. В общем, я очень довольна походом в музей. Снимать было можно-нельзя, там, смотря в каких залах. Очень, очень красивая женщина. Женщина с сильным характером. Женщина с огромной неуемной энергией. Она, к сожалению, очень рано умерла, в 33 года. Вита, как вы все знаете, была супругой знаменитого президента Аргентины в 50-е годы, Куана Перона. Ева была любимой героиней для рабочего класса, для трудовиков, для тех, в принципе, электорат Перона, который за него голосовал. И она у них была просто святой Эвитой. Они называли ее так нежная Эвита, а не Эва. При этом, конечно, Эва обожала наряды от Болинсьяга, Кристиан Диор, Рошас и так далее. Но потом уже, когда стала супругой президента, она стала немножко поспромнее одеваться. При этом все равно все это было ох-ох-ох, каких марок. Французских и итальянских и испанских. В общем, нравится мне. Я посмотрела, как я вам уже сказала, вчера сериал, полностью 7 серий с Натальей Арейро, 22-го года, Санта-Ивита. С вот этой вот жуткой историей про пропажу ее тела. Три таких заменителя восковых, которые сделали как куклы. Они разъехались по всему миру. В общем, не буду вам спойлерить. Если вы все еще не знаете этой истории и хотите посмотреть в виде художественной истории, то посмотрите Санта-Ивита, пожалуйста. И Арейро там бесподобно. Так, то показываю вам просто Буэнос-Айрес. Вот большая проспект здесь такой. Знаменитый мост. Это университет, большое здание Буэнос-Айреса. А вон туда мы идем знаменитый цветок. Так, это в честь города Буэнос-Айреса от Эдуарда Каталана, архитектора в парке. Смотрите, вот он знаменитый цветок. Правда, к сожалению, он уже давно не раскрывается по утрам и не закрывается по вечерам. Он все время закрыт. Это, наверное, такая кувшинка, учитывая то, что здесь, видите, вода. В общем, красота. Все время жарко было. А сейчас солнце ушло за тучки. И мы можем наблюдать красоту. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Чтобы вы понимали, вот это, это 300 долларов. Вот такие вот пачки просто денег и уровень инфляции, чтобы вам был понятен. Понятно, что это не самыми крупными купюрами у меня выдано, но все равно. Вот такая вот жизнь аргентинская денежная. Мы снова в Буэнос-Айресе. Я буду покупать этот кошелек и вот этот платок симпатичный. Так что снова не останусь без сувенирчиков. Уже в Буэнос-Айресе нашли магазин, тоже секонд. Называется бункер, но здесь, честно говоря, ничего прям винтажного и нету. Надо прям искать, искать, чтобы его найти. В основном вещи типа зары, мангу, которые люди просто, видимо, сдали. Ну, даже с таким выбором, по крайней мере, здесь хороший разрез, что-то можно найти. Нет, Айка, вот видите, в магазине всякие еще можно фоткаться. В общем, магазик оказался здоровский. Мы себе тут кое-что прикупили. Надюха вон выкупает. Понравилось. Обновленная информация для тех, кто когда-либо хотел найти дом Натальи Арейра. Но, видимо, она здесь уже давно не живет. Мне сказали, что все-таки здесь, но нет. Здесь все в граффити, все какое-то обрисованное. Явно никого дома тут нету. Некому позвонить. Вот, но в целом, вот был ее домик. В переулках Палермо в Буэнос-Айресе найден еще прекрасный ресторанчик-кафешек. Смотрите, с каким чудесным патио, даже с фонтанчиком, живыми цветами. Мы с мамой и с Надей, пока искали дом Арейра, забрели сюда уже перекусить. Я в целом не расстроена, что мы не увидели Наташку, что дверь не открыли. И что вообще дом, конечно же, уже давно не ее, потому что я примерно это знала. Вот, но мы с ней виделись два раза. Я думаю, что встреча с Факун до походов в Буэнос-Арейра, нескольких покупок и впечатлений, чтобы закрыть тот гештальт Дикого Ангела. Он уже свершился, тем более мы еще съездили вместо съемок с папой. Поэтому я очень рада. Приятного аппетита всем. У меня сальмана, мама резонта, у Надя брата. Вот так. Сегодня идем в музей изобразительных искусств. Точнее, в национальный музей Буэнос-Айреса. Очень красивое здание. Если разрешат снимать, я вам все покажу. Тут кафешка есть при музее. Мы с сестрой пришли. Продолжение следует. Так, это бальное зало, смотрите, какая красота, прям гордость и предубеждение, очень мне нравятся такие места, и кто-то играет здесь в красоту, особенно приятно гулять. Вот, пожалуйста, Эль Греко, 16 век, тоже есть его картина здесь, их не могу передать вам, красивый цвет, такой мов, что ли, или вот атласно-розовый, красивый в этой комнате. Сеньора Львов, Сеньор Львов, тут у нас императрица Елизавета с императором Александром Первым, тут Павел Первый, тут Екатерина Вторая, вообще обалдеть, даже наши правители. Представляете, картина Зинаиды Серебряковой, а вон там картина ее мужа, ее снова, и вообще весь этот зал, мне кажется, посвящен российскому наследию, русскому, точнее, простите. Всякие имперские портреты, Александра Первого, Екатерины Второй, различного рода, княжеского рода, мужчин и женщин, очень интересно. Есть тут комната целая с ванной, пожалуйста, все сохранилось, как было при жизни хозяев здесь, плюс ко всему сохранилась сама ванная, класс, ну вообще просто. Мы тут узнали, что та комната, в которой я была вот до того, как зашла в ванну, это оказывается коллекция огромная из миниатюрных портретов, которая принадлежала графине Зубовой, которая передала это в память о своей дочке Татьяне Зубовой, уже дальше другим меценатам, и он попал полностью вся коллекция в этот музей, очень здорово. Сегодня идем с родителями на танго-шоу в театре Астора Пьяцолы, в него входит еще и ужин, буду вам все рассказывать. Вот сам театр, это холл, здесь будет сейчас урок танго для всех присутствующих, кто хочет, а потом мы заходим в сам зал. Так, вот здесь вот столик на четверых, у нас ужин будет из трех блюд, родители уже улыбаются, сидят. Вот такой вот зал, и сцена, где будет происходить само действо. А сейчас мы ждем урока танцев. Так, урок танцев не прошел, просто так, папа с Надей, вон, опанса! Вот наш асадо такое, у Надюхи какой-то классная лазанья, да, в общем, здесь две бутылки вина полагаются, приятного аппетита всем! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Очень рекомендую именно это шоу, потому что, во-первых, здесь изначально красивый театр, очень приятный, милый, такой немного кондовый урок танго, такой общественный. Плюс ко всему полагается еще прекрасный ужин из трех блюд с десертом и две бутылки вина, кстати говоря, на четырех человек, и очень приятное шоу. Правда, красивая, с режиссурой, со светом, со множеством артистов, с живым оркестром, поэтому довольна! Дима Торзок Все очень достойно выглядит. Мне понравилась страна, мне понравился город, мне очень понравились люди. Конечно, есть свои особенности, но они вообще не в счет, потому что я мечтала увидеть это место, услышать эту музыку. Некоторых людей, которых вы уже видели в моих влогах, очень много лет, и я выполнила вообще всю свою программу, которую хотела, с таким радостным настроением, но грустным, конечно, потому что расстаюсь со своими родными. Я возвращаюсь домой в Тбилиси, нас там ждет уже весна, а здесь заканчивается лето. Вот так выглядит человек после почти 20 часов перелета, измотанная полностью, то есть, получается, мы взлетели из Буэнос-Айреса. Я сейчас, кстати, уже нахожусь в Стамбуле, жду моего флайта до Тбилиси, два часа еще мне лететь. В общем, мы сели в Буэнос-Айресе, летели два с половиной часа до Сан-Паулу, сели, нас туда заправили, зашли еще куча людей. Я до этого познакомилась с офигенными ребятами, Хосе, Каро, Каролина и Пабло. Они все аргентинцы, все ехали по разным точкам мира вообще, и мы познакомились, и вместе все сидели, вообще весь полет просто стали такими близкими друг к другу. Потом все прощались, обнимались, обменялись контактами. Это, наверное, самый классный мой полет в жизни был по тому, каких друзей я обрела, и как вообще здорово аргентинцы умеют дружить, поддерживать друг друга, потому что был еще один очень неприятный инцидент. Сзади нас сидел русский парень, который просто отвратительно себя вел, он напился до чертиков, сел в Сан-Паулу и просто вел себя максимально мерзко. То есть он хамил всем, он сказал русской паре, что они предатели родины, что это вы тут шатаетесь по странам, хотя сам сказал потом, что он живет в Турции, очень классный. На меня стал возмущаться, орать, мне стал угрожать, говорить, что я тоже говорю не на русском и так далее. В общем, эти ребята стали меня защищать, я их, и мы в итоге этого парня очень жестко осадили. Хотели вообще его высадить из самолета, но потом все уладилось. Он пытался второй раз выгнать нас с сидений, что-то мерзкое опять говорить. Мы его очень жестко осадили, и он просто замолчал, извините, заткнулся и вот так вот спал всю дорогу. В конце даже не извинился, когда протрезвел. Ну, в общем, вы понимаете, да, вообще какой облик видят люди со всего мира благодаря таким придуркам. Понятно, что везде есть придурки, но мне было очень стыдно. Ну, ладно, это мы забыли, а вот с ребятами мы подружились теперь надолго. Я сейчас уже ночь-полночь, не спамши, уже 17 часов в самолете. Мы 17 часов летели, и сейчас у меня быстрая пересадка до Тбилиси, а потом домой. Ну все, я пролетела в Тбилиси, в Сакар Тойлос Гао Марджос, жду своего багажа. Этот перелет длиной в 20 с чем-то часов объявляю оконченным. Сейчас, подождите, еще багаж получу со всеми подарками, которые я везу. Спасибо огромное, что были со мной все это приключения. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся в новых влогах уже по Грузии и другим странам. Чао-чао! Продолжение следует...